Все как в средние века из благ цивилизации, только электричество и пластиковые окна. Любители исторической реконструкции собираются здесь по пятницам. Я занимаюсь ткачеством на дощечках. Это способ изготовления тканей, кушаков, тесьмы на украшение одежды. У меня есть несколько дощечек с четырьмя дырочками. В каждую дощечку заправляются нитки. В зависимости от рисунка, нитки разного цвета. Например, они могут быть просто красной, допустим, дощечкой или нескольких цветов. Они складываются определенным образом и натягиваются с двух сторон. То есть на ткачихе и в противоположной стороне. Точная нить проходит между девом и дощечки переворачиваются на 90 градусов. Таким образом, завитки, которые делают дощечки, когда переворачиваются, они ложатся на нитку. И так тихонечко нарастают ткани. Дощечки изготовлены по старинным чертежам. Все рисунки на изделиях тоже средневековые. На двухметровый пояс у Екатерины уйдет часов семь. Устанет плести, вновь примется за ткачество. Правда, уже каким-нибудь другим способом. Девушка освоила с десяток приемов. Рядом с Екатериной еще одна рукодельница. Вяжет варежки техника осла стич. Это вязание идет иглой. Игла сделана из кости. Вязание узелковое. То есть это изделие, в принципе, не может расплестись, если ниточка поползет. Это вязание характерно для 13-14 века Скандинавии. Особенность в том, что нитка постоянно прерывается. То есть отматываем ниточку где-то примерно метров 16. Потом она заканчивается, мы привязываем следующую ниточку. Вот это в итоге будут варежки, но варежки особенные, у которых будет выделяться один пальчик. Специальные варежки для работы. То есть он будет вот так носиться. И варежки, и пояс скоро станут своеобразным пропуском в клуб. Ведь хочешь принять участие в его мероприятиях, самодельный костюм необходим. И если у Екатерины он уже почти готов, то Алене еще придется потрудиться. Редактор субтитров А.Семкин